Рассмотрим три луча с общим началом в точке О, ОА, ОБ и ОЦ, которые не лежат в одной плоскости. Каждая пара лучей образует плоский угол. Три угла АОБ, БОЦ, СОА образуют трехгранный угол ОАБЦ. Каждый из углов АОБ, БОЦ, АОЦ является плоским углом этого трехгранного угла. Каждый плоский угол трехгранного угла меньше суммы двух других плоских углов. Рассмотрим фигуру, составленную из углов А1, ОА2, А2, ОА3 и так далее до АН, ОА1 и их внутренних областей. Так что смежные углы не лежат в одной плоскости, а несмежные углы не имеют общих точек. Такая фигура называется многогранным углом. Угол называется выпуклым, если он лежит по одну сторону от плоскости каждого из своих плоских углов. Теорема. Сумма плоских углов выпуклого многогранного угла меньше 360 градусов. Доказательства. Рассмотрим выпуклый многогранный угол с вершиной О и проведем плоскость, пересекающую все его ребра в некоторых точках А1, А2, АН. Многоугольник А1, А2, АН выпуклый. Найдем сумму плоских углов. Каждый плоский угол можно выразить через сумму углов треугольника, который образуется парой ребер и плоскостью, пересекающей все ребра многогранного угла. Далее вынесем из-под скобок 180 градусов и перегруппируем в скобках углы так, чтобы в скобках была сумма плоских углов трехгранного угла, образованного тремя соседними лучами. Сумма плоских углов трехгранного угла больше третьего плоского угла, поэтому каждая сумма углов в скобках не больше, чем соответствующий им третий плоский угол, поэтому искомая сумма не превышает 360 градусов, что и требовалось доказать. Рассмотрим пример. Дан тетраэдер ABCD. В этом тетраэдре углы DAB, DAC и ACB прямые. Ребра AC и CB равны 10 сантиметрам каждая. Отрезок DB равен 10 корень из 5 сантиметров. Необходимо найти двугранный угол ABCD. Решение. По условию прямая DA перпендикулярна прямым AB и AC. Тогда, по признаку перпендикулярности прямой и плоскости, прямая DA перпендикулярна ABC. Прямая DA перпендикуляр к плоскости ABC. Прямая DC наклонная. АAC ее проекция. По условию прямая АС перпендикулярна прямой BC. По теореме о трех перпендикулярах наклонная DC перпендикулярна прямой BC. Это означает, что угол ACD является линейным углом искомого двугранного угла. Из прямоугольного треугольника DCB найдем DC по теореме Пифагора. Из прямоугольного треугольника ACD теперь можно выразить косинус угла ACD. Итак, мы рассмотрели многогранные углы.